Приветствую вас, давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Мне 32 года, привезла к себе я больную маму, живём вместе, познакомились с мужчиной, мы по горке. В нашем городе он работает на вахте, живёт на рабочей территории. На протяжении двух месяцев мы встречались, гуляли по городу, ходили в кафе, в кино. Сейчас от него стали поступать намеки, чтобы отношения переросли на новый этап, сблизиться, а хоть, чтобы я пригласил его к себе. Я бы совсем не против, и даже за, но не имею такой возможности, так как живу не одна и квартира-студия без комнат отдельных. Я ему это объясняю, он вроде понимает, но потом ответят от него поступают намеки, я не понимаю, как себя правильно вести в этой ситуации, буду рада, если вы мне сможете дать совет. Благодарю. Ну, в первую очередь, хочется вас спросить, знаете, о чем? О том, вот, чего именно, вы не понимаете. То есть, ну вот, прямо конкретно, да, вот, если прям конкретно брать, что вам не понятно, чего вам не понятно, вот, в этой ситуации, ну, грубо говоря, грубо говоря, вот. Потому что нужно сначала, сначала как-то вот прояснить, нужно прояснить, чего вам непонятно, да, и в чем, как бы, ну, конфликт, условно говоря, в чем конфликт именно. Вот. Потому что пока что я бы как-то вот сказал бы, что для меня этот конфликт не совсем ясен. человек вроде бы понимает вас, вроде бы понимает вас, но от него все равно поступают наметы, как вы говорить. Это значит, что он вас не понимает. Это значит, что он не понимает то, что вы ему говорите. Это значит, что вы не можете, в данном случае, донести до языке с ним. Это значит, что вы говорите не совсем на одном языке с ним. Это значит, что вы говорите с ним на одном языке с ним. Ну, на разных языках, по сути дела. Вот. И все. Собственно. То есть вам здесь нужно, на мой взгляд, либо всего лишь, либо для вас это как-то вот может быть сложно будет. Я не знаю. Я не знаю. Главное лучше говорить на его языке. Это первое. Второе. Ну, если у вас вот такая ситуация, то вы заботитесь о своей маме. Да? Ну вот. Это, кстати, вот вполне, ну нормально. Вполне то, что вы о своей маме заботитесь. То есть, ну, хотите заботиться за маме, как бы, заботитесь это здорово. Вот. Ну, если вы заботитесь о ней, если вы взяли ответственность мне кто-то за маму, то, наверное, в первую очередь нельзя, чтобы вы приносили себя в жертву. Вот. Как мне кажется. То есть вы можете заботиться о своей маме. Это хорошо. Что вы вот заботитесь о ней. Это здорово. Но и жертвы себя приносить, на мой взгляд, не лучше, мягко говоря, людей. Вот. Поэтому вам с мужчиной, как мне кажется, нужно прояснить этот аспект. То есть, как бы, как вы живёте, с кем вы живёте, какие у вас, условно говоря, ну, условия проживания. Вот. И, соответственно, ну, пригласите его в бунду в лауч. Вот. Но, мне кажется, что, так или иначе, вам, вот, стоит иметь в виду тот факт, что, как бы, всё равно предстоит разграничить вас как дочь и вас как, ну, как мать. Ой, как женщину, простите, как женщину. Потому что, женщина, это не дочь своей матери. Как это не может быть? Немного вот, ну, парадоксально, да, может это звучать. Да, вот. А женщина, это женщина. Она не, не может быть, как бы, дочерью своей мамы. И вам нужно научиться, на мой взгляд, разграничивать эти вещи. Вот. Вот. Если вы не научитесь это делать, если вы не научитесь разграничивать эти две, ну, две, так скажем, роли своих, вот, то ситуация может быть довольно-таки для вас неприятной. И, в общем и целом, вы можете, ээээ, в лично жизни, вот, вот, а, ну, вот, в какой-то степени, эээ, потерпеть ээээ, фиатка, потерпеть негатив. Вот. Именно, вот, потому, именно по той, ээээ, причине, что не смогли вовремя отделить, ээээ, ну, одного от другого. Вот. А это, как бы, необходимо, вот, если мы, вот, хотим вам помогать. Believe it. Вот. Поэтому я бы сказал, что здесь может быть, может быть, эээ, не, не, не столько важен на, наш, эээээвид, который мы вам могли бы дать. Сколько вам важно в себе разобраться, вот и в себя получше узнать, может быть вам нужна помощь в том, чтобы себя узнать, может быть вам нужно признаться себе вот в чем-то таком, да, в чем вы себе сейчас признаться боитесь, вот. По-разному может в любом случае быть, но чтобы не было, а сейчас вы естественным образом вступили в такую вот, я бы сказал, противоречие. Да, когда и с мужчинами нужно быть, и о маме нужно заботиться, я думаю, что, ну, мужчине нужно в любом случае донести что-что происходит, да, как бы, то есть, ну, донести вот ситуацию, который происходит, и в общем, на целом, на мой взгляд, привлечь его к решению проблем, к решению проблемы, вот. потому что, как бы, ну, если он, условно говоря, вам поможет, то я думаю, у вас есть, в общем и целом, все шансы, вот, ситуацию разрешить, она не выглядит какой-то очень сложно, эта ситуация, вот. Но, если мужчина, например, не захочет, вот он не захочет вам, например, помогать, если мужчина, просто будет требоваться от вас, а, чего-то не особо уверяя на то, а, ну, можете вы, можете ли вы реально это или нет? Тут вот могут возникать, конечно, проблемы, и проблемы достаточно, как мне кажется, серьезно, вот. Потому что это вот речь именно про ваши отношения, это речь именно про то, как вы выстраиваете отношения, это речь именно о том, что вас связывает с человеком, да, то есть то, что вас объединяет, условно говоря, с человеком, вот. И, ну, вполне может быть вот такая ситуация, что связывает вас не так, чтобы много, вот. Хотя, вот, как бы, признать это было бы довольно, ну, довольно болезненно, так скажем. Вот, и я не говорю о том, что это вот прям, ну, прямо справа, вот. Сейчас я этого не знаю. Я сейчас, я сейчас не знаю, справа с этой или нет. Вот. Совершенно, совершенно, ну, совершенно точно. Ну, я думаю, что, вот, как-то, преследовать этот аспект вам, ага, ну, вот, вполне можно было бы преследовать, поизучать, ну, вот, как-то вот понять его в какой-то степени. Потому что, может, ну, может быть, вот, в своих чувствах, вот, тоже как-то разобраться, да, вот. Чтобы лучше себя, вот, как-то, ну, понимать, да, вот, потому что сейчас вы можете просто вот расщепляться, да, вот, между, там, своей мамой и, ну, и мужчиной. Вот, и все, как-то, как-то, ну, а, ситуация такова, что расщепление, как-бы, редко, к чему-то хорошему, хорошему приводит. Так вот, однозначно, если. Ну, вот. На этом все. Пожалуй. Я надеюсь, что вам мой ответ был полезен, интересен. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу, что позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи!